Приветствую вас. В первую очередь хочется сказать, что все специалисты работают в соответствии с теми или иным подходом в соответствии с той или иной школой психотерапии. И вообще это имеет смысл обговорить вначале, в каком подходе работают специалисты, потому что есть люди, которые ориентированы больше на интеллектуальную историю, есть люди, которые больше ориентированы на эмоционально-чувственную историю. Есть люди, которые ориентированы на поведенческий такой директивный метод, а есть люди, которые, ну собственно, например, работают в психоаналитическом или экзистенциальном ключе. То есть все подходы очень разные и специалисты работают в этих подходах разных, в соответствии со своей философией, в соответствии со своим подходом и так далее. Вот. И вам можно перед собственной консультацией, да, перед началом беседы предназначенной проблемы, возможно, можно спросить, в каком, как работает примерно специалист, то есть с чем он работает. Не обязательно спрашивать. Как, может быть, спросить, с чем он работает, как строится диалог. Вот. Да, это можно вот, когда вы уже начинаете разговаривать, да, не включать что-то в оплату, например, вот, или там первая ознакомительная консультация, которую вы оплачиваете. Вот. Все это обсуждается. Вот. И вы имеете представление о том, как работает специалист. Вот. То, что вам стало хуже, это, конечно, само по себе не может означать, что специалист повёл себя как-то неправильно. Ну вот, если вы чувствовали, если вы чувствовали, что, ну, что были, остались наедине со своими проживаниями, наедине со своей болью. Вот в этом случае, конечно, я думаю, что в этом случае специалист явно привил к вам свою невнимательность, конечно же, конечно же. Вот. То есть оставлять вас в одиночестве с вашими чувствами не то, чтобы это то, что является целью, ну, вообще вот, терапировать. Вот. Поэтому не совсем, не совсем, не совсем понятно, конечно, почему вы молчали, да, не совсем понятно, что вас мотивировало молчать, вот, не совсем понятно, почему вы ничего не сказали, вот, значит, специалисты о своих переживаниях. Ну, это, как бы, это важный момент, на мой взгляд, на который нужно вам обратить внимание. Да, вот, значит, мне кажется, что вы изначально не очень доверяли, вот, ну, психолог мне кажется, то есть я, конечно, могу ошибаться, да, вот, но мне кажется, что изначально вы относились, вот, как-то скептически, так, как-то, прям, на, вот, вот, а мне так показалось. Вот. А проверять специалистов можно по, свои внутренние ощущениям. Вот. Если, а-м, диалог с консультантом, да, с психотерапевтом, Если в общении с психотерапевтом вы чувствуете, что это вот то, что помогает раскрыться вашим желаниям и вам самой, да, раскрыться именно. То есть это не всегда легко, это не всегда такой легкий процесс, это не всегда безболезненный, к сожалению, процесс, да, то есть тут от вас, ну, от вас здесь нужна, нужна, я бы сказал, некоторая зрелость, да, вот. Кроме того, что смутило немного, это то, что говорил, как вы сказали, она говорила, мне кажется, что раз обращаетесь к вы, то говорить нужно вам, это не значит, что психолог должен молчать, но, мне кажется, говорить нужно вам, вот, и, как бы я повторюсь, очень важно, чтобы вы понимали, в каком ключе идет беседа, то есть, ну, в каком подходе работает специалист, если вы, если вы на это не обращаете внимание, да, условно говоря, то вы можете, конечно же, остаться разочарованы, потому что, например, вы хотели получить, допустим, совет, ну, к примеру, вы хотели получить совет, прислите совет, да, психолог вам как бы советов-советов не дает, мы не даем совет, вот, вы это не обсудили и все, оказались разочарованы, да, вот, или вы хотите, например, чтобы вас там пожалели, к примеру, а психолог вас жалить не будет, вот, сочувствовать, сострадать, да, а жалить нет, вот, ну, вы тоже остались разочарованы, то есть, понимаете, вот, ключевой момент, это открытость, мне кажется, вам не хватило, с вашей психологой вам не хватило открытости, вам не хватило откровенности, вот, и, собственно, если быть открыто, если вы будете выражать то, что с вами происходит, в том числе и в контакте с специалистом, то вы сможете об этом говорить и прощевая, осознавать и обращать это себе на благо, обращать это себе на пользу, вот, вот, примерно так, я думаю, можно вам ответить на вопрос. Неплохо было бы озвучивать свои ожидания, неплохо было бы озвучивать свои цели, вот, и неплохо было бы, ну, потому что в психотерапии все практически являются сквозными, то есть в психотерапии практически не бывает таких вопросов в свете, вот, и вы можете выразить свою реакцию на, вот, например, то, как вами воспринимается вот эта вот такая-такая трансцендентальность ваших вопросов, которых вы задаёт трансценденция этих вопросов. Как вот этот вот сквозный вектор вам ощущается в вопросах, что вы задаёте, потому что вполне может быть такая ситуация, что вы задаете один вопрос, а вам психологи даёт вопрос совсем другой, который на первый взгляд не относится к вашей проблематике, и это очень важный момент, чтобы вы выражали свою реакцию, чтобы вы выражали ту боль, которая происходит в маме, в маме, в маме, с кем-то проживать будет легче. В этом всё, надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи!